Продолжение следует... Ты сделала? Я спрашиваю, ты сделала это? Еще нет. Так вот, сейчас же. Берись сейчас же. Я не готова. Этот тип каждое утро бегает по 20 минут. Что тебе нужно еще знать? Рэй, я говорю тебе, это опасный тип, и я не хочу... Алло. Фильм Хью Уилсона. Глупи Голдберг. Главные роли в фильме «Воровка». Картинисты Моллес. Боб Голдвейт. Черт возьми, дурая дура. Г. В. Бэйли. Джеймс Хейнзи. Антезалева, Джон Гутман. Эй, Эй, и Лесли Энн Уоррен. Эй, есть дома кто-нибудь? Поэтому адресу поручен доставить пакет. Размешитесь, пожалуйста. Большое спасибо. Счастливо. Песни Бернарда Эдвардса. Песни Бернарда Удажные картины Тодд Хэллоуэлл Оператор Вильям Фрейкер По книгам Лоренца Блока Автор сценария Джозеф Лейб, Мэттью Вайсман и Хью Уиллс Продюсеры Келвин Маккормек и Майкл Хирш Ну давай поговори со мной, поговори Режиссер Хью Уиллсон Так, 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 милы Посмотрим, что ты приготовил для меня сегодня Ладно, ладно, не спешите вываливаться все Каждый в свою очередь Очень мило Ну, вылезай, пусть мамочка посмотрит Шикарная штучка 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 Караул, караул, караул. Я видела, я видела их, я их видела, я видела их, я видела их. Вот, вот, сволочи последние, черную женщину обидели, я видела, они бежали, бежали. Вот так вот, меня толкнули, я чуть не упала, я их всех видела, вот, сволочи последние, не подонки, что она говорит. Вот, я тут жила, они там, чего, чего, где они, куда они, я видела, они вон туда побежали, их видели, видела, видела, да. А кто, они понятия не имеют, они мое собачье дело. Вы можете говорить спокойно, не могу, я говорю спокойно, вас бы так толкнули, как меня. Я несчастный старый негротянка, они в ту сторону, убежали, бегите за ними, сейчас же я больше не могу, Вы что с ума сошли? Я шла к себе, а они шли мимо, они меня толкнули, я упала, они побежали, я больше ничего не знаю. Боже мой, сейчас подохну, подохну, подохну. Пустите меня к чертовой матери, я так больше не могу, эти белые сволочи. Подождите, пошли, пошли. Они в ту сторону побежали ногой. Нет, пора завязывать, пора завязывать. Вначале пронесли этот пакет, потом этот сволочь, который бег взял, вернулся, потом его друг приехал. Я две недели наблюдала за этим местом, две недели все шло отлично, так нет, нужно было именно сегодня, чтобы все переменилось, так каждый раз, честное слово. Нет, нет, пора завязывать, мне сейчас уже нужно идти, поговорим потом. Бернис, Бернис, ты меня не бросай так. Книги. Звук, 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 Звук. Книги. Алло, можно поговорить с Эйблом Кроу? Пожалуйста. Да? Нет, нет, ничего, передавать надо, спасибо. Можно попросить Табелла Кроу? Будьте добры, передайте ему, что та редкая книга, которую я заказывал, уже поступила Нет, он сам знает Спасибо До свидания Здрасте, здрасте Это все, да, все? Одну минутку, подождите Конечно Закрыто А это зачем? Это, да так, незачем, не волнуйтесь Значит, вы эту книгу берете Хорошо, так, сейчас посмотрим С федеральным налогом, с налогом штата И с местным налогом Итого 56-69 Что? Вот именно, 56-69, так сказано Компьютеры, они ведь не врут Не понимаю, что здесь продают, наркотики, что ли? Я взял подержанную книгу в бумажной обложке Наркотики, вы сказали? У вас в сумке наркотики, что ли? Нет, а что у вас в сумке? Послушайте, что это все значит? Открутите сейчас же дверь Ты что? Хочешь меня заложить, что ли? Если придется, заложу Дорогой мой, у меня тут Смит и Вессон Прилавка, направлен на тебя И если ты не пошевелишься, я тебе яйца отстрелю Как вы посмеете? Вам это не удастся? Что значит не удастся? В нашем квартале я могу отстреливать по одному покупателю в неделю Никто даже не заметит Невероятно Глазам своим не верю Слушай, может поторопимся, а? Задерживаешь других покупателей У меня нет 56 долларов Так, это еще 6 долларов стоит Я не знал, что ты и эту книжечку к себе заложил Знаешь что, дамочка? Ах, вот что А ну, выкладывай все сейчас же на прилавок И никогда Никогда больше не пытайся хоть что-то у меня украсть Понял? Да, понял А теперь вали отсюда Понял, спасибо, будь здоров Счастливо погулять Ласточка моя Так, так Пожалуй, я никогда в жизни не видел ничего более интересного Я, слава богу, в полиции расслужил 20 лет Обычно, как правило, заходят покупатели и грабят хозяина Так, по крайней мере, полагается, Берни Они заходят сюда, и они грабят тебя А ты как сюда зашел? Ты оставила заднюю дверь открытой Иначе я бы не вошел Потому что я лично, в отличие от тебя, не умею взламывать замки У тебя есть разрешение на этот пистолет, что бывшим уркам теперь разрешают носить оружие? Я занята Да, у тебя занятый вид Что ты хочешь? А как ты думаешь, чего я хочу? Мне нужно 20 тысяч долларов Сегодня же И норковая шуба для моей жены Мне уже надоело тебе напоминать об этом, Берни Фрэнк, приходи к концу недели Все будет нормально Все будет тип-топ Я не думаю, почему? Потому что Эйбл Кроу умер вчера вечером от обширного инфаркта в отеле Сан-Франсис Я думаю, ему было трудно разменять чек на 20 тысяч долларов Так что найди скорее покупателя на эту марку А кто потом покупает редкие марки? Это не моя проблема Моя задача ждать, пока ты ведешь операцию до конца Рэй, я не собираюсь делать глупости Я не собираюсь грабить кого-то Кто нажил свои деньги честным путем Ради Бога, только избавь меня от твоих этических рассуждений о справедливости Даю тебе неделю Неделю? Скупка золота, серебра, многоценных камней, ювелирных изделий Редкие марки Марками занимаются в основном в Нью-Йорке И то не очень многие Понимаешь, я сейчас попала в такую передрягу Ты могла бы слетать в Нью-Йорк И то я не уверен, что там ее загонишь Вот именно, если уж здесь не получается, то... Но у меня есть еще и кое-что другое Это я не возьму, трудно будет продать Очень такая броская штучка, необычная А это без проблем, пойдет за тысячу Отлично Да, и у меня еще есть эти часы Rolex, хорошие в золоте За обычную цену возьму Договорились, спасибо Да, мне с тобой тоже приятно иметь дело Берни Я знаю, ты, как правило, сама выходишь на дело И сама находишь себе объект Но если ты сейчас попала в передрягу У меня есть хороший клиент И товар, который предлагается Тоже На высоте Это что, ИБЭ? Что это, Мишиду? Итальянский бизнесмен? Нет, ничего подобного Я имею в виду зубного врача Зубного врача? Говорят по-испански Бернад Ротберрис Мистер Роденбард Вот и все Третий кабинет Налево По-испански написано Внизу фамилия Шелдрейк Зачем платить больше, чем нужно За хорошую Соматологическую работу К МСД Можно и нормально по-английски Чем болеем? Ничем не болеем Откройте рот Не собираюсь Откройте рот Слушайте, я пришла поговорить По другому поводу Мне нужен врач, а не ассистент Откройте рот Нет, спасибо Очень хорошие зубки Спасибо Черт возьми Я же смотрю вам зубы Правда? Мне показалось им другое Здрасте, как у нас дела? Носок я пока обнаружил Одно дупло Большое спасибо Можете идти Да, и не забудьте Свои яйца Они не такие маленькие Откроем пошире Нет Откройте Откройте Спасибо Умница Мистер Пэггетт Очень милый человек Да, действительно Он сказал, что я могу на вас положиться Он может на меня положиться Он сказал, что занимается драгоценностями Я купила в последнее время много драгоценностей Но у меня их не осталось У меня их украли Мой бывший муж украл Мне бы очень хотелось Вернуть эти драгоценности назад Обратитесь в полицию Ну, так, хорошо Нет-нет-нет Это бесплатно Это фирма угощает А вам это нужно Я веду дела В основном с испанцами Большинство из них живет здесь нелегально Они платят наличными Незарегистрированные доходы Понимаете? Вот так Через минутку все занемеет Ни черта не почувствуете Так вот На эти наличные деньги Я покупал драгоценности Когда мы с мужем разъехались Он заглянул в банк И обчистил мой сейф И я не смогу официально его привлечь к суду Потому что я не смогу доказать На какие деньги я купил эти драгоценности Умница Чего-чего? Он хранит ваши драгоценности У себя в доме Не в доме, а в квартире Да? Не знаю почему Может быть, он любит показывать Мои цацки своим новым бабам А у него их много Честно говоря, он может быть С неба звезд не хватает Но мужик, будь здоров Не знаю, как вы Но я люблю жеребцов Войти очень просто Никакого швейцара внизу нет И у меня даже ключ от этой квартиры Что? Правда? Да Да, правда Кристофер резко торчит дома Потому что он постоянно шатается по барам И трахает все, что движется и дышит Что, что вы сказали? Какую сумму вы оцениваете Свой драгоценности? Примерно Ну, я думаю, так это 1100 Чушь собачья Ну, хорошо, хорошо Больше, чем 100 тысяч И я готова дать вам за это дело 10 тысяч долларов Пошире, откройте, пожалуйста 25 Чего? 25 тысяч долларов Моя цена Господи Да у вас же ключ от квартиры Все это очень просто Я вам все рассказала Такое дело провернуть про щепаренный реп Тогда сами его и проворачивайте Боже мой, честное слово 25 тысяч долларов Как хотите Это моя последняя цена Черт возьми Когда вы пойдете На дело Ночью? Нет, днем Ну так давайте поскорее Вы согласны? Может быть Ну, сучара Не сказала, что у него сигнализация ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Мистер Кристофер, а вы, оказывается, много баров знаете. Звучит музыка. 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 Очень мило, очень мило, до чего красиво. Как хорошо, что он так здорово одевается. А что у нас за дверь номер два? Никогда не видела столько красивых мужских штучек. Так, ну насколько я помню, из другого шкафа, там тоже есть кое-что приятное. Нет, это не пойдет. Нет, в такой штуке я даже не смогу собак мыть. А вот в этом я буду мыть и собак, и кошек. Нет, мне пора завязывать. Я не знала, что ты не знала. Это давно пора знать. Чего давно пора знать? Что это за парень? Почему у меня нет его телефона, а? Я пошел! Не, сейчас, сейчас, я уже... Да уж пора, пора, конечно. Конечно. Продолжение следует. 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 Я снова открываю твое дело, и ты опять будешь чемпионом по боксу в тюрьме. Я тебе обещаю, через неделю, через неделю ты получишь все, что я тебе говорила. Привет. О, боже мой, слава богу. Прости, меня не было в городе. Не надо, не надо. Ну что ты так себя ведешь? Это похоже на страшный кошмар. Успокойся, я должен меня отсюда вытащить. Немедленно вытащи меня отсюда. У меня сняли отпечатки пальцев. Меня разделен. Я ношу длинное, вообще это бумажное белье. Вы до сюда доходите, представляешь? Приходил мой помощник? Приходил, он сказал, что ты приедешь. А потом вообще ничего не слышал. Кто он такой? Представитель моей фермы. Он ребенок, ему 27 лет. Эти фотографии, эти ужасные фотографии меня снимали. Куда эти фотографии попадут? Кто увидит меня в таком виде? Я... Давайте объясню, что происходит. Так вот, тебя здесь поддержат, потому что они считают, что орудие убийства поступило из твоего забороочебного кабинета. Это какой-то забороочебный инструмент. Да, но это возможная улика, но не настоящая улика. Что это значит? Сколько? Что сколько? Тебя продержат всего 72 часа. А сколько это? Что? Сколько это дней? Дней? 72 часа это... Сейчас, подожди, сколько у нас часов в сутки? Так, значит, это три дня. Ах, три дня. Ну, это обалдеть. Ах, ты бог, я здесь сдохну. Я уже задыхаюсь. Я повешусь на своих этих штанах, которые мне выдали. Здесь воняет, здесь воняет, здесь противно. Выслушай меня. Ты здесь не подохнешь, не умрешь. Ты ведь не убивала Кристофера, я правильно говорю? Конечно, не убивала. Я тебя отсюда выну, так что не волнуйся, поняла? Надеюсь, ты им ничего не говорила? Ничего. Очень хорошо. Вообще-то я им кое-что сказала. Зачем? Что ты сказала? Я им сказала, что на днях я говорила с одной больной. И рассказала ей, как Кристофер хранит дома у себя мои драгоценности, которые очень легко похитят. Женщина была негритянкой, понимаешь? Что ты говоришь? Кристофер подошел в актинге? Так что ты хочешь сказать? Полиция Радюш-Тоинца тебе намекнула. Да, полиция сказала, что есть доказательства ограбления. Двери шкафа были открыты, и сигнализация была отключена. Я этого не знал. Ничего бы ты знал. Тебя не было в городе. Как этот инструмент называется? Зубневрачи называют его элеватор. Черт. Что, этим зубы выдергивают, что ли? Неудивительно, что перед этим дают наркоз. Ай, кстати, хорошее орудие убийства. Так ткнешь ковинь, а он и копыты откинет. Так какой адрес этой больной, если верить в медицинской карте? 1-1-4-3. 1-1-4-3. Центр голубых лесбиянок, американский индейский центр. Вот здесь, это ее домашний адрес. Что, может зайдем? А это что? А это, как написано в карточке, ее рабочий адрес. Что, может быть, тоже зайдем? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Позвоню сейчас в отдел управления справедливых учреждений. Может быть, у этой дамы есть послужной список. Может, Настя сидела раньше? Хорошо. Если Рэй вернется, попросите его позвонить. Мне это очень важно. Хочу перед ним за кое-что извиниться. Хорошо, ладно. Буду ждать. Спасибо. Мисс Роденбарр. Алло. Мисс Роденбарр. Меня зовут Карсон Феррел. Я адвокат доктора Шелдрейк. Я считаю, что нам следует поговорить. Серьезно? Почему это? Да? С чего это вдруг? Да. Я хочу вам сказать, что сегодня вечером у меня вряд ли получится. Да? Нет, я понимаю, конечно. Знаете что, я вам сама позвоню. Договорились? Ладно, пока. Полицейский замок для дверей особого назначения. Откройте, полиция. Полиция, отпустите нас. Иначе будет хуже. Ну, что будем делать? Ну, две минуты назад у нее был занят телефон. Мы же проверяли. Осторожней. А у вас точно есть ордер? Да, точно. Но адрес на руках не тот. Это здесь неправильные адреса. А мы? По тому адресу, по которому надо. Это обалдеть можно. Что вам здесь надо? Я просто смотрю. Уходите отсюда. А что тут такое? Что тут такое? Тебя не касается. Иди отсюда. Никуда я не пойду. Мы живем в свободной стране. Я налоги плачу. Иди отсюда. Осторожней. Горячо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 он живет в Климленде, я ему сказала, слушай, кончай ты с этим дерьмом, возьми холл, напиши нормально. Конечно, а люди, понимаешь, начинают нервничать, ты, например, сейчас начал нервничать, но у тебя все в порядке, ты должен мне помочь, откуда я знал, что тут эта большая черножопая собака? Откуда я знал, что она бешеная? Я же не хотел расстраивать ни тебя, ни собаку. Ты должен понять, я люблю животных, честное слово, я тут проходила мимо, думаю, дай загляну, может, у меня возьмут чего, а ты на меня накинулся, как я не знаю кто. Честное слово, как из космоса выскочил. А меня, понимаешь, твое искусство забирает, я тащусь от твоих полотен, тут ты чувствуешь, понимаешь, движение, динамика, текучесть, живучесть, что только нет, а я, 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 мне пора. Кто ты такая, быстро. Объясни, ты чего сюда пришла, а? Ты что думаешь, я идиот, что ли? А ну, объясняй, чего приперлась? Пусти, я сейчас тебя прибью. Говори, говори, я обещаю, я тебе все скажу, все скажу. Сволочь ты. Художник. Мэйдэй. Эй, башка. Все в порядке, все замечательно, не волнуйся. Чао. Ну что, еще? Вэлд. Продолжение следует... Что будем? Бандероль. Написано просто бармейдейм. Я возьму. Должны расписаться. Б-А-Ш-К-Башка? Это что такое? Башка. Вот что это такое, идиот. Так это что, вроде кликуха такая? Да, может быть и кликуха. А мне нужно настоящее имя полностью. Извини, не пойдет. Как это? Правило такое. Слушай, ты, вали отсюда, понял? Ах, вали. Ах, вали, да? Большое спасибо. Я сюда пришел отдать эту сраную бандероль, а ты мне говоришь, вали, да? Вали. Ты думаешь, я что, с луны свалился, что ли? Да я из тебя могу все мозги вышибить. Я вообще так просто сижу, да? Я из тебя зубы выбью. Тебе ноги вырву. Я тебе руки оторву. Я твоей башкой пол подотру. Я твоими мозгами сортирую эту... Хорошо, хорошо. Я подпишу. Красивый у тебя имя-то и фамилия хорошая. Спасибо. Может, увидимся, старик, если тебе нужна какая-нибудь профессиональная помощь. Я знаю, психиатром. Хорошо, спасибо. Винсент Дикарно. А что ты у него на квартире хочешь найти? Не знаю, но какие-нибудь улики, что-нибудь такое, что поможет мне самой спастись от тюрьмы. Мне нужен мистер Дикарно. А он вас ждет? Да, он сказал мне, чтобы я заглянул к нему. Сэлли Рай. Как вас зовут? Сэлли Рай. Его нет дома. Черт возьми. А можно я подсуну ему письмецо под дверь? Да, брось. Он похож на разумного человека. Странно. На самом деле, я не разумный человек. Брось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ого! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...